Среднегодовая площадь выращивания масличных культур за последние три года составила 865 тысяч гектаров и занимает 20% от всей доли посевной площади Ростовской области. Конечно, ведущая роль масличных у нас занимает уходцовочник, на его долю приходится 90% от этих площадей. Конечно, основным сделающим фактором при возделании масличных культур Ростовской области является недостаток влаги в период вегетации растений. Если вы позволите вернуться в историю, у нас были примеры в Ростовской области, когда двукратная перегрузка посевных площадей подсолнечников по области, которая существовала в 90-х годах, привела к нарушению села породов, к росту болезней, возникновению и распространению новых видов заразихи и, как следствие, снижение урожайности и общего вала подсолнечника. В основном, в предыдущие годы у большинства сельхостров-производителей экономика формировалась по данной виду культура рентабельная, доходная. Также стоит отметить, что в эти периоды сельхостров-производители были вынуждены предельным к ротационным силоборотом при возделании подсолнечника. В начале 2000-х годов мы наблюдали значительный рост посевных площадей и, как следствие, была нарушена научно обоснованная норма возделания подсолнечника и достигала 30%. Это привело к нарушению ротации культур в силу оборота, ухудшению фитосанитарной обстановки полей, также снижению уровня почвенного плодородия. При стое значительного расширения посевных площадей, конечно, также пренебрегали внесением соответствующего объема удобрения. Все это, конечно, сложилось в дальнейшем на урожайности, которая достигала от 7 до 13 центов с гектарем. Исправить эту ситуацию способствовало разработанной научным сообществом зональной системы земледелия Ростовской области, которая была в дальнейшем утверждена постановлением правительства в 2012 году. В соответствии с этим документом, я напомню, у нас существуют ограничения посева подсолнечника в структуре посевных площадей региона до 15%. Данная норма позволила стабилизировать структуру посевных площадей, усовершенствовать технологии и, как следствие, добиться определенных результатов по их производству. В настоящее время посевы подсолнечника стабилизировались на площади 710-740 тысяч гектаров. Это площадь, которая соответствует принятым нормам в Ростовской области. Средний вал в Казахстане за последние три года составил 1560 тонн, при урожайности 21,2 центов с гектаром. Внедрение, как я говорил, короткой ротационной силы оборотов подсолнечника может вернуть нас назад. И, соответственно, простое расширение посевных площадей отрицательно скажется на уровне полудороги и почвы. Вряд ли обеспечит нам желаемое увеличение валов сбора подсолнечника. В 2019 году у нас с площади 740 тысяч было получено почти 1,9 млн тонн подсолнечника при урожайности 25 центов с гектаром. Данная урожайность основной масличной культуры подсолнечника за последний год и свидетельствует о стабилизации этого показателя и позволяет ориентироваться на прогнозируемые валы сбора 1,4 млн, 1,8 млн тонн. В 2020 году, мы видим, конечно, произошло снижение. Валовый сбор составил 1,45 млн тонн с урожайностью 19,7 млн. Несмотря на снижение объема производства в 2020 году, стоит отметить, что это было второе значение по валовому сбору в истории. Сейчас рассматривать динамику. На настоящий момент на производство и дальнейшую реализацию, конечно, оказывают влияние принятые правительства Российской Федерации экспортные пошлины семена, которые были повышены до 30% стоимости возимой продукции. Но помню, что они у нас 9 января вступили в силу и действуют будут по 30 января. Стоит отметить, конечно, это мера необходимо, потому что по итогам 2020 года в территории Российской Федерации было выявлено 1,3 млн тонн подсолнечника. То есть та задача, которая ставится, увеличение экспорта с добавленной стоимостью. Соответственно, задача должна быть выполнима. Поэтому лучше возить, конечно, масло подсолнечное, которое сейчас цена на него достаточно высокое, нежели сырье. Исходя из этого, посевная 2021 года может скорректироваться, конечно, по площадям, но мы не видим для себя сильных изменений. Планирую, что также останутся посевные площади на уровне 740 тысяч гектаров. Поэтому, если говорить про другие виды масличных, то у нас вторая, наверное, по площади, это у нас лен масличный. И в последнее время интерес у психоактивных производителей значительно снижается. Максимально у нас в этом году было 220 тысяч, сейчас это уже порядка 60 тысяч гектаров. И, соответственно, уваженность недостаточно высокая. Интерес с точки зрения экономики постепенно снижается. А остальные культуры, которые у нас культилируются в Ростовской области, в общей сложности не занимают 100 тысяч гектаров. Особенность, конечно, это связано с реализацией данного сырья. Сырья используются в производстве различных масел. И эти массовые атмосферы имеют специфику в своей реализации, но за исключением подсолнечного предприятия. Если говорить о переработке, то на территории Ростовской области у нас три крупных предприятия. Это группа компаний, Куси, Астон. Соответственно, два средних предприятия и ряд малых предприятий, которые считают переработку. Если говорить о производственных мощностях, то это у нас порядка 2 миллиона 400 и в прошлом году мы обеспечили за русскую на 1 миллион 900. Вот это я в сырье говорю. Соответственно, наши предприятия-переработчики активно обеспечивают ввоз сырья из других субъектов. Также я уже повторюсь, с учетом того экспорта, который сложился, на рынке именно масложирового. У нас очень по Российской Федерации большое количество мощностей, которые обеспечены чуть больше половины. Поэтому за сырье по территории Российской Федерации идет определенная конкуренция. В 2020 году определенные проблемы были с церилизацией. Это сырья на юге. И поэтому наш южный регион более сильнее ощутимо себе данную нехватку сырья. Если говорить про 2020 год, то в части производства масла он стал для нас рекордным. Мы произвели 809 тысяч тонн, почти на 10% больше, чем в предыдущем. Занимаем второе место Российской Федерации на первом Воронеже. Стоит, конечно, отметить и ценовую конъюнктуру, которая складывалась в конце года. Все мы знаем, что рост на масло подсолнечное, который был зафиксирован в рамках постановления и соглашений, которые были подписаны между предприятием и переработчиками, позволил восстановить данный рост на внутреннем рынке. Сейчас у нас все предприятия крупные и средние присоединили к данному соглашению, участвуют в процессе стабилизации цен. И отпускная цена с предприятием у нас сложилась на уровне 91 рубль 50 копеек. Алексей Павлович, извините, что я вас приведу. Вопрос такой. Цена на масло на мировом рынке сейчас растет. Почему Юг, Руси, Астон и другие заводы приостановили закупку сырья, закупку подсолнечника? Озвучивают ли они вам шины, по которым они хотят покупать? Я могу покомендировать это так. Та цена, которую сейчас выставили к закупке переработчики, она недостаточно хороша с точки зрения сельхозтаропроизводителей. Сельхозтаропроизводители хотят за свою продукцию гораздо больше. То есть, сручат цены 50 рублей больше, если там кондитерские подсолнечники, 100 рублей достигают. Но при этих ценах, я как сказал, уже есть определенные ограничения, связанные с обязательствами на внутреннем рынке, которые продлятся до 1 апреля. Соответственно, я думаю, что субъективно, на мой идее, что ситуация до 1 апреля пока будет в таком русле находиться. Трудно делать какие-то прогнозы, потому что решения могут быть разные. Поэтому, как говорится, время покажет. Я вкратце еще остановлюсь. У нас есть национальный проект. В рамках него у нас идет реализация оригинального проекта. Называется экспорт продукции АПК. В рамках данного проекта в прошлом году по Российской Федерации осуществлялась поддержка производителей масличных. Но это была рамка ССОЭ, подсолнечник в тем списке не фигурировал. В этом году обещают добавить эту культуру. Соответственно, я думаю, что в ближайшее время мы должны увидеть данную культуру как экспортную составляющую. В том числе в рамках нашего регионального проекта. Для предприятий пищевой прирабатывающей промышленности именно направления масло-экспортного существует в том числе поддержка связана с льготными кредитами по линии экспорта. Но при этом они должны взять на себя обязательства по увеличению данного экспорта. В прошлом году воспользовались достаточно на большую сумму на 36 миллиардов рублей льготных кредитов. В основном там масло-жировые компании получились льготные с кредитами. Также хочу отметить, что существует поддержка льготных кредитов на закупку коротких кредитов, на короткие кредиты на закупку сырья, в том числе для масла-жировой и семян подсолнечника. По ценам мы уже остановились. Поэтому вкратце все. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы. Спасибо, Алексей Петрович. Есть ли вопросы у присутствующих? Мы после каждого выступления обычно задаем вопросы, если они есть, с тем, чтобы не забыть. Можно вопросы? Да, пожалуйста. Представляете, желательно. Да. Давно это было. Стаю я на элеваторе, вроде Ливера на Астане. Закупочная цена тогда была 8 рублей. И тут же я узнаю, что они жмых подсолнечный продают тоже по 8 рублей. Вот как сейчас у них соотношение с наживой, марша так называемая, как у них нацелет и вас. 100% в карман у вас на себя не положили. Мы, правда, готовы привезли, вот на тебе, вот нам они дают 8 рублей, а в ходе такой салоне продают тоже по 8 рублей. Алексей Павлович, наверное, сложно будет о конкретном предприятии. Ну, смотрите, это коммерческое предприятие, поймите, как говорится, в зале из кармана посчитать доходы, это не предоставляется, возможно. Но, если позволите, у нас, вот если бы у нас не было таких предприятий, да, перерабатывающих, соответственно, куда мы-то все сырье к своему делу реализуем? Вот таких потребностей, ну, смотрите, у нас по массовой среде по Российской Федерации, у нас мы производим почти в два раза больше масла, чем нужно на внутреннем рынке. Соответственно, для того, чтобы вот дальнейшее пензу, а в том числе, какая-то, широта, само масло, оно идет на экспорт, тем самым позволяет зарабатывать денежные средства, в том числе, если кто столько зайдет. Это система, тут нельзя говорить, что давайте у тех заберем и ты дадим. Тут должно быть салонку на одинаково. Ну, у каждого есть свой бизнес, да, говорить о том, что здесь поступить для сельхозторопроизводителя, а там подумай себе, ну, я думаю, это уже решение именно политики каждого предприятия. Поэтому мне тяжело ответить на эти вопросы. Кошлины все-таки на федеральном уровне владились, я думаю, что будет несправедливо пытаться замминистра в Ростовской области, да, все-таки, к сожалению... Каждый хочет заработать, извиняюсь, а так, цель любого предприятия это получение коммерческой выигры, поэтому каждый зарабатывает как он может. Если нет вопросов, то переходим к следующему спикеру. Спасибо.